Привет, друзья! Обещала вам снять видео про триммер садовый, который я купила аккумуляторный на Веллборис. Дорогие друзья, мне этот триммер нужен был для того, чтобы в таких местах, труднодоступных, скажем, закоулочках, между кустами и в тех местах, где электричества нет. И я вот сделала свой выбор, много, конечно, смотрела на Веллборис, там много всего есть, но по бюджетным ценам вот эта самая бюджетная была модель. И то надо смотреть, у одних производителей эта модель намного дороже, а у других подешевле. Ну и вот, выбрала я цену соответствующую подешевле и купила, рискнула и купила этот триммер. Ну и уже, конечно, друзья, опробовала. Вы можете видеть, что он уже у меня грязненький. И сейчас, конечно, я пойду косить и покажу вам в действии. Но прежде чем это делать, я хотела бы немножко рассказать. Очень много разных отзывов абсолютно. Кто-то в восхищении, кто-то недоволен. Но не надо делать скоропалительных, значит, выводов, друзья. Несколько дней я его тестировала, тестировала. И первое мое впечатление, самое первое мое впечатление было, конечно, разочарование. Потому что... Значит, давайте по порядку, друзья. Вот смотрите, к нему идут два аккумулятора литиевых по 12 вольт. Вот такая вот зарядка. Зарядка очень простая. И сразу хочу вам сказать, кто не может найти дырочку для зарядки, вот она. Вот сюда втыкаете и прекрасно заряжается. Сразу протестируйте, кто покупает на Велфборис. Если будете покупать, пришло вам. Значит, сразу протестируйте вот это зарядное устройство. При включении в розетку и не подключении к батарее, он будет светиться зеленым светом. Не обращайте на мой маникюр, потому что я здесь на даче. Вообще, караул, скажем так. Все в работе, все в делах. Только с грядки, скажем. Решила вот сделать вам обзор. А когда вы подключите к аккумулятору, сразу загорается красная лампочка. Сразу говорю, зарядка аккумулятора. Вот первый раз, когда я решила зарядить после покупки, зарядка была очень быстрая, потому что, видимо, аккумуляторы были уже заряжены. Но тогда, когда я поработала, аккумулятор заряжался долго, где-то часа два. Ну и хочу сказать вам, друзья, работает от аккумулятора этот триммер длительное время, достаточно длительное время. Ну, никак не 30 минут. Ну, я не засекала, конечно, время. Но достаточно большие объемы. И не низенькую травку косит, а, скажем, большую такую нарушеную уже траву. Вот. Значит, в чём было моё разочарование? Значит, к этому триммеру идут вот такие, два вот таких металлических ножа и вот такие пластиковые ножи. Вы видите, что один нож я уже сломала. В чём, значит, первый раз, когда я прикрутила, надо, во-первых, знать, как прикрутить правильно этот нож. Там специальные есть пазы, вот такие пазы. И обязательно нужно вложить в эти пазы. Сверху, значит, есть такая шайба и гровер. Вот. Очень хорошо нужно закрутить. Идёт вот такая контргайка. Её нужно очень хорошо закрутить. Иначе у вас просто-напросто будет слетать этот нож. Ну, я решила, значит, попсиховала немножко. Но потом поставила вот этот нож. Его нужно прикрутить тоже очень-очень крепко. Очень крепко. Для этого есть вот такой вот ключ. И нужно как бы придерживать и закручивать надёжно. Потому что это безопасность, во-первых, ваша, чтобы нож не слетел и не полетел вам в вашей части тела. Дорогие друзья, ещё хочу вам напомнить, что когда вы косите, обязательно используйте или вот такая вот продаётся вот щит. Вот. К сожалению, у меня щита нет. Я пользуюсь очками. Почему говорю про это? Потому что в прошлом году мне вот отскочило, я была без очков, и мне отскочило в глаз и травмировало глаз. Ну, я даже не знаю, ну, какая-то вроде как соломинка или что. Было такое огромное кровоизлияние, глаз очень долго заживал. Но, слава богу, всё обошлось. Всё обошлось. И вот те, кто особенно женщины, мужчины, да неважно, женщина или мужчина, или ребёнок, тем более, если пользуются, ну, подростковом возрасте, естественно, малышам нельзя такое доверять. Вот. Обязательно одевайте вот эти защитные очки или вот, как сказать, лучше, конечно, вот купить, продаётся такой щиток прозрачно. Во-первых, и дышится хорошо, он не запотевает. У меня всегда вот проблема, очки запотевают. Ещё раз хочу сказать, что, друзья, это не реклама. Это я чисто вам рассказываю. Никто мне ни за какую рекламу это не платит. Я купила, значит, этот триммер, аккумуляторный Z-Track GreenCat 12. И решила просто рассказать вам. Потому что я знаю, особенно для женщин это очень актуально. В помощь. Огромная-огромная помощь. У меня есть триммеры. Но они электрические. То есть, нужно подключаться к сети. Этот провод напрягает. Хотя с леской он тоже очень хороший триммер. Вот. Друзья. Значит, что хочу сказать. Что мне понравилось в этом. Вернёмся потом попозже к ножам. Что мне понравилось. Немножко я буду скакать. Что штанга. Штанга. Вот эта. Она. Сейчас скажу вам. Дистанционная. То есть, она раздвигается. И выдвигается. Здесь вот по вот этим зубчикам. Можно определить. Ну, как бы сразу вот. У меня семь штучек. На седьмой штучке я себе установила. Потому что у меня невысокий рост. И точно так же устанавливается. Вот эта ручка устанавливается так, как вам удобно. Я установила её вперёд. Вот. Потому что держать мне так намного удобнее. Ну, вы смотрите сами, друзья. Как вам удобно. Вот здесь вот. Имеется вот такая кнопка. На неё нажимаешь. И вот эта головка можно регулировать, значит, этой кнопкой угол наклона к земле. Вот. Я выставила такой оптимальный, самый лучший. Ну, вот параллельно, вернее. Параллельно земле. Но можно выставить по-разному. Ну, естественно, он будет передвигаться только вот в этом направлении. Далее. Ещё раз вам говорю. Вот видите. Я очень хорошо закрутила. Очень хорошо. Сначала поставила шайбу. Вложила, вернее, там такие прорези. Обязательно нужно это учитывать. Если неправильно поставить ваша косилка, ну, или нож не будет работать, или ещё что-либо. Потом вот эта шайба, потом гровер, а потом контргайка. Ну, я как женщина вроде бы как вот так вот разобралась. Далее. Вот здесь вот был вот такой ограничитель. Я его сняла. Он мне не нужен. Ой, извините. Он мне мешает. И мне этот ограничитель. Ну, как-то ни к чему. Он потому что вот слетает как-то и мешает. Далее, друзья, есть вот такая кнопка блокировки. Вернее, даже можно сказать запуска. Прежде чем запустить, нужно нажать на эту кнопочку. И одновременно же нажать вот на этот пуск. И тогда он запустится. Потом эту кнопку нужно отпустить. А это продолжать держать нажатым. Ну, и вы увидите, что всё закрутится, всё зажужжет, будет работать. Вот. А что ещё хочу сказать? Очень он лёгкий. Очень лёгкий. Я даже не смотрела, сколько килограмм. Так, сейчас посмотрим. Не знаю, сейчас, может, на коробке написано. Так. Ну, конечно, это китайское производство. Ну, знаете, ну, не больше двух килограмм. Ну, где-то, может, два и один килограмм. Ну, совсем лёгонький. Вы знаете, я косила в таких трудных местах доступных. И так это быстро всё сделала. Очень быстро. Конечно, близко к земле. Очень близко. Ну, как бы не следует держать триммер, потому что он впив... Ну, вот этот вот нож металлический просто будет у вас впиваться. Впиваться в землю. Очень надо быть осторожным при... Значит, если рядом расположена плитка, фундамент, камни. Потому что сразу выбивают искру, и нож тоже может повредиться. Потому что металл... Ну, для травы-то это достаточно. А при соприкосновении с такими вот предметами... Камни, кирпичи, там, бетон или ещё что-то... Просто нож может повредиться. Или обломиться. Обломиться. Вот. Значит, первое моё разочарование в чём было? Что отлетал у меня пластиковый нож. Я, недолго думая, посмотрела другие видео. И сделала вывод, что мне нужно прикрутить просто-напросто металлический нож. И попробовать с ним. И вот, когда я прикрутила металлический нож. И немножечко опробовала. Так, сяк, немножко нужно приноровиться к этой косилочке. Приноровиться. Особенно держать ноги подальше, скажем. Вот так, на расстоянии. И обязательно работать, ну, с закрытыми вот штанишки. Чтоб были руки закрыты. Рубашечка такая. Вот. Ну, в общем, технику безопасности нужно соблюдать обязательно, друзья. Это наше здоровье. Вот. И что мне понравилось? Когда я к нему приноровилась, дело пошло, скажем так. Так, я быстренько выкосила, значит, при большом, скажем, в таких труднодоступных местах, с большой травой, между кустами. Вот. И еще у меня остались другие места, трудно, скажем, проходимые. Возле забора. Вот. Возле деревьев. Ну, нужно быть аккуратным возле деревьев, чтобы не повредить их. И кусты тоже. Там уже руками. Конечно же, всего не купишь. Столько техники. У кого ножницы есть, это, конечно, тоже очень хорошо. Вот, друзья, мне вот какой совет. Я считаю, что, ну, вот эти ножи баловство, как-то бесполезные. А вот такие ножи, они достаточно хорошие. Очень эффективно косят. Вот, по крайней мере, можно скосить траву, вот, на небольшую высоту. На небольшую высоту. Низко-низко к земле. Ну, как бы, ну, тоже можно, если несколько раз пройтись, тоже можно скосить. В общем, опыт приходит во время выкашивания травы, дорогие друзья. Ну, и сейчас я, я не знаю, конечно, как я это вам покажу. Попробую, попробую, но не знаю. Хочу показать, как он косит в действии, чтобы вы знали. Работает он практически бесшумно. Ну, практически вообще ничего не слышно. Как комарик гудит. Мой вывод. Такой инструмент обязательно нужен, вот, еще раз напоминаю, для выкашивания травы за деревьями, возле забора, между кустами, за домом, там, какие-то узкие места, где не пройти с вот этой вот, с проводами. Ну, и вообще это удобно. И куда-то взять другие места, это триммер, где нет электричества. Ну, куда-то вам надо выехать, и в каком-то месте вам, может, надо покосить траву. То, вот, такой, скажем, помощник очень хорошо поможет. Так, сейчас пойдем косить. Вот такая здесь у забора трава. Я сейчас хочу ее скосить. Одной рукой держу, друзья, потому что мне неудобно. То есть, как получится. В общем, вот так, вот таким вот сменом. Вы видите, как он работает. Достаточно низенько. Вот. Извините, что я так вот держу, камера мешает. Ну, вот смотрите, хорошо выкашивает. Очень хорошо выкашивает. Так что, смотрите сами. Я себе купила в помощь, и это, считаю, что очень легко для женщины. Любая женщина справится, и любая женщина сама его сможет, скажем, подготовить к работе. Вот такое сегодня было небольшое видео, дорогие мои друзья. Желаю вам очень хороших покупок и всего самого лучшего. Всем пока-пока. До новых встреч.